Ассалам алейкум. В эфире телеканала ННТ новости Дагестан, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Домогался до ребенка. В Кизляре полицейские задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. За этим будущее. Еще два центра цифрового развития открыли в республике. Кубок остался в Махачкале. Волейбольный турнир памяти Расула Гамзатова выиграла дагестанская команда. В Кизляре задержан 43-летний мужчина, который приставал к 4-летней девочке. В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. По словам женщины, она пригласила домой работника в сфере бытовых услуг. А когда ненадолго отвлеклась, обнаружила, что злоумышленник совершает действия сексуального характера в отношении дочери. Мужчина был задержан сразу же по горячим следам и доставлен в отдел. Дело передано в Следственный комитет республики. На территории портовской больницы многоэтажку не возведут. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Салман Дадаев. Напомним, более трех лет мэрия столицы в судебных инстанциях отстаивала позицию, что строить на данной территории нельзя. Однако решением Верховного суда собственник земельного участка обязал администрацию выдать разрешение. По этому поводу местные жители выходили несколько раз на митинги. В итоге прокуратурой Махачкалы был вынесен протест, и мэрии удалось отменить разрешение на строительство. Возведение 14-этажного многоквартирного дома не только нарушало нормы градостроительного законодательства, но и усилило бы нагрузку на инфраструктуру данного микрорайона, написал на своей странице глава города Салман Дадаев. Более сотни фур за день досмотрели на Сулакском посту. Специалисты Россельхознадзора продолжают проводить рейды на выявление нарушений при транспортировке грузов. На машинах перевозили сельскохозяйственных животных, овощи и фрукты, молочную продукцию и зерновые культуры. Преимущественно груз транспортировался из одного муниципалитета республики в другой. Кроме того, были досмотрены фуры, прибывшие в регион с продукцией из Кабардино-Балкарской республики, Ростовской и Астраханской областей. По результатам проверки выявлено ряд нарушений, в их числе перевозка продукции без документов, несоблюдение температурного режима и товарного соседства перевозимого груза. По фактам объявленных нарушений, с водителями были проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований ветеринарного и ветосанитарного законодательства. На базе дагестанских колледжей открыли еще два центра цифрового развития IT-куб. Программирование на разных языках, робототехника, кибергигиена и системное администрирование. Звучит серьезно и сложно, но на базе этих центров теперь стать IT-специалистом сможет каждый. Подробности у Патима Тханаповой. Теперь школьники Дербента и Кизляра смогут бесплатно обучаться цифровым компетенциям на самом лучшем оборудовании, выдвигать свои идеи и тут же проверять их на практике. Желающих пройти курс на базе IT-куба уже много. Ну просто интересно собирать роботов, как они потом, то есть сначала просто пластмасса, а потом это движущийся механизм. Я думаю робототехника развивает человека, а также когда мы занимаемся ей очень интересно. Шесть направлений, 12 обучающих программ. Для проведения занятий в центре оборудованы специальные лаборатории. Здесь ученики смогут разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с объемными данными, создавать виртуальную реальность и собирать роботов. В этом им помогут педагоги колледжей, а также преподаватели дополнительного образования и специалисты IT-сферы. Программа дополнительного образования по направлению кибергигиена и работы с большими данными, она имеет техническую направленность. Целью программы является формирование основных понятий о современных цифровых технологиях, глобальной сети интернет и основах информационной безопасности. На этот раз IT-кубы открылись на базе двух дагестанских колледжей – Дербенского технического и Кизлярского профессионально-педагогического. Они созданы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Очень важно обучать наших детей цифровым компетенциям. Более того, очень важно их мотивировать к дальнейшему развитию в сфере цифрового образования. Надеюсь, что многие школьники Дербента, пройдя обучение в IT-кубе, скажут, что я обучаюсь в IT-кубе, нашел точку развития в своем профессиональном самоопределении и развитии, а также состоялся как личность. Информационное образовательное пространство – это здорово, это круто. Ребята, вот обращаюсь к вам, используйте каждый момент, который вам сегодня дает жизнь, и государство, которое сегодня заботится и думает о вас. Всего теперь в регионе функционируют пять центров цифрового развития. В дальнейшем, как сообщает Министерство образования республики, IT-кубы будут открыты и в других городах и районах Дагестана. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ. Взрослую модельную библиотеку открыли в Махачкале по проспекту Шамиля. Мэр города Салман-Дедаев совместно с министром культуры Заремой Бутаевой прибыли на торжественную церемонию открытия. Это пространство с удобными столами и столиками, с тихой зоной и каворкинг-центром, с переведенными в цифровой формат книгами. Здесь можно выпить кофе, посмотреть документальный фильм или презентовать личный проект. И вот мы с вами получили ту цель, которую президент преследовал. Каждый может прикоснуться к этому замечательному пространству и соприкоснуться с этим национальным проектом, получить благо от этого национального проекта, поспользоваться замечательным пространством, получить новую фонду. 6700 новых книг в рамках этого национального проекта сегодня Махачкала и данные библиотеки получила. Представляете, дополнительные компьютеры, великолепные пространства, адаптированные для всех групп населения. Вот это и есть та непосредственная забота нашего президента не просто о стране, но о каждом человеке. Мы сегодня открываем уже вторую модельную библиотеку в Махачкале, третью по нашей республике и еще три нам предстоит открыть до конца этого года. Это действительно большая радость для и сельчан, где открываются эти библиотеки, и для горожан. Было время, когда мы думали, шли такие жаркие дискуссии, нужны ли вообще библиотеки, нужна ли вообще книга, может быть, все перейдет в электронный формат. И вот была такая, как бы поставлена задача президентам, чтобы сделать перезагрузку всего, формат работы всех отраслей. Напомним, в прошлом году в Махачкале появилась детская модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура». Дагестанская команда заняла третье место на Всероссийской Спартакеаде сотрудников Роспотребнадзора. Конкурс был приурочен к столетию образования Санитарно-эпидемиологической службы России. Финальный этап проходил в подмосковном городе Серпухове. Команды соревновались в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и дартс. Всего в Спартакеаде участвовало 9 команд из 8 федеральных округов. Мастер-класс по дзюдо с Тамерланом Тменовым прошел в Махачкале. Двухкратный призер Олимпийских игр поделился секретами своего мастерства с воспитанниками спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова. В республику титулованный дзюдоист приехал из Северной Осетии. После вступительной части Тменов приступил к разминке и провел тренировку. Дзюдоист показывал приемы, которые не раз помогали ему завоевать медали крупных международных турниров. Также в рамках встречи медалист Олимпиады в Сиднее и Афинах ответил на вопросы и дал советы юным дзюдоистам и их наставникам. А завершился мастер-класс, автограф-сессии и фотографирование. Победой команды Дагестана завершился Кубок России по волейболу памяти Расула Гамзатова. Турнир с участием шести команд проходил в Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева. Подопечные Магомеда Гайрбекова были сильнее команд из Воронежа и Майкопа, у которых второе и третье место. Также были определены победители в индивидуальных номинациях. Так, лучшим нападающим Кубка России признан Магомед Камиль Джавадханов, а лучшим игроком стал Магомед Гайрбеков. Я хочу сказать о том, что все, конечно, заканчивается. Заканчивается этот турнир прекрасный в этом солнечном, благодарном, гостеприимном Дагестане, который у меня впервые. И когда мы заканчиваем активную спортивную деятельность, мы вспоминаем все те соревнования, которые проходят. Этот турнир у меня останется в памяти с очень позитивной стороны, так как участники этих соревнований великолепно показали то, что волейбол – это прекрасные виды спорта, сильнейшего определили. Трудности в спорте на пути к большим победам. Семинар «Диалог» на эту тему состоялся на площадке молодежного форума «Каспий» в Избирбаши. Беседу с участниками провели экс-чемпион «Файтнайт» Мухаммед Эминов, тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев и легкоатлет-паралимпийц, трехкратный обладатель Кубка страны Абдул Багабов. Титулованные спортсмены рассказали молодежи о своих первых шагах в спорте, о том, с какими препятствиями они сталкивались на пути к успеху, делились советами и наставлениями. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Организаторы также провели конкурсы и другие спортивные викторины, где самые активные участники получили ценные призы. Инициатором мероприятия выступил журналист Арсланда Циев. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»